атланты женского пола мы видим здесь креатиды как кариатиды кариатиды атланты женского пола отличаются от атлантов мужского пошли дальше да а дядьки вот они вокруг прохода дядьки еще проволочка его обошли но это вообще конечно связь истории и современности так а это какой-то ободранный чего его ободрали не знаю в этом доме вот прямо вот здесь сверху балкончик это балкончик там жила родилась выросла мама светланы там где надпись нотариус на улице владимирской мой дедушка был управляющим всем этим жилищным комплексом в который виден со двора так огромная система нескольких зданий включая вот это ученых там включающие туслиги где-то это при царизме что ли это было не при царизме это было с до войны и соответственно здесь и семья моей мамы она она родилась буквально вот в этой квартире на вот этот балкон и еще одно окно пошли осматривать хозяйство дедушки в квартире было 14 соседей эволюции эта квартира себя принадлежала зубному врачу вся квартира она была оборудована вот живую часть семьи этого зубного врача и эту приемную часть где он принимал пациента они были парят и поставили ему только небольшие там две и три комнаты а в остальную часть заселили в этот 14 семей там огромная коридорная система была где-то в конце был там туалет то есть вот это открывали крышки сбрасывали и сбрасывали туда дрова и под всей этой площадью ты хочешь сказать что вот мы стоим сверху над сараями и хозяева растаскивали эти дрова по своим маленьким закуточкам распиливали их потом разбивали их на чурки и носили квартиры и топили печки. Что такое разбить дрова на чурки? Дрова они круглые, а потом чтобы топить их нужно было наколоть сначала распилить а потом наколоть. Ты когда-нибудь это наблюдала сама? Я не наблюдала, это мама в книжке написала Света уже родилась на Пушкинской, а я родилась на Пушкинской. Вот эти люки. А ты тоже их знаешь, да, эти люки? Ну, я-то сейчас сказала, поэтому знаю. А я до того не знала. Для меня это всегда были воздуховоды, я считала, оказывается. То есть вот если эту бетонную плиту забрать, то... Да, и снять вот эти трубы, то там будет вход в подвал. Вот этот дом ученых до войны, согласно показаниям свеченной мамы, был синагогой. Мы сейчас как бы дворами тут ходим, да? Это буквально метров пятьдесят от Владимирской улицы. Но мы уже как бы все-таки во внутренних, так сказать, помещепространствах. Слушайте, это мотоцикл настоящий с коляской. Да. А у вас уже нету такого? Нет, у нас такого нету. Когда они уехали, они были первыми, когда его опроводили. Буквально чуть ли не через неделю. Но их квартира оказалась занятой. И сколько они не ходили, не обивали поруки всякие, сказали, ну что, заняты-заняты. Она была занята чиновником каким-то, который там местопластей. И тогда им дали комнату вот в этой коммунальной квартире. Какой? Вот, вот это сомничок. Ага. Там была газовая печка. Там было две печки. Я была совершенно потрясена. Она стекла. Мне кажется, что было четвертаж, не было второго этажа. Нет, второго этажа точно не было. Ну похоже, что он отстроен. Он отстроен, да. Ты посмотри на украшения. Вот в наше время уже не встали. Вот уже такое вполне современное строение. Сейчас тут гаражи. А раньше здесь, как утверждают, тоже дрова хранили. Светина мама написала мемуары. И там она довольно подробно описывает, как они здесь жили. И вот от гаражей бывших дровяных склавы. Вот такие гаражи, которые зимой превращались в ледяную горку просто. Сейчас превращаются. И то есть люди, которые здесь живут, вот они ходят по этому месту, и машины ездят по этому месту зимой. Ага. Ну, я думаю, что с точки зрения обледенения дороги, то, что она шершавая, даже помогает по ней лучше ехать. Была бы она совсем ровная, была бы более скользкая. И вот мы в каких-то более внутренних пространствах. Меня трудно судить. Вот. Но мы проходными дворами здесь ходим. А здесь что-то более современное. Частично более современное. Это вот постарше здание. А вот тут такое очень-очень симпатичное. Да. Дворики, можно сказать, старого Киева. Ну, относительно старого. Того, где прошло детство Светланы. А это вот была английская школа. И сейчас она. В этом же качестве написано специализированная школа номер 57. Номер тот же самый. Вот. И вот прямо напротив английской школы номер 57. Вот это здание. Это обычная общегражданская школа, в которой училась Светлана. Значит, Лена и Светлана жили в одном доме. Вот Лена ходила в английскую школу, а Светлана вот в эту. Такое ощущение, что здание заброшено. А здесь был каток. Где? Вот здесь была площадка. Здесь был каток. Вот там, где этот дом красивый. Где этот дом красивый. А сзади, господи, снесли, чтобы отгрохали комплекс. Здесь снесли все, что только можно было в старой доме. Да. И отгрохали вот этот комплекс. Очень красивые дома. Я думаю, там здорово. Ну, я слышу детские голоса внутри. То есть школа явно не закрылась. Слушай, она стала немецкой? Немецкой мовы. Мы вышли на прорезную, и вон там еще одна школа. Не знаю, как она сейчас, но в общем была школой. И дети из этих трех школ ходили вот в это здание, в котором мы сейчас находимся. А это кинотеатр был какой светом? За мультикрейм. Вот это здание, тут же на прорезной, мне очень нравится. И очень оно ностальгическое вот по архитектуре своей. Это очень типичное такое советское здание. Так, в 50-х, я не знаю, строили ли такое в 60-х. Но вот очень-очень типично. И в Москве таких было много, и во всех больших городах. Я хотел снять вот эту брусчатку, и хочу сказать, что в Киеве очень много мест, где брусчатка лежит. И я сначала думал, что это дань истории. Потом мне ребята объясняют, что вот это связано с тем, что когда скользко и холодно, и там вот обледеневают, вот там, где спуски, вот там кладут эту брусчатку, чтобы лучше было сцепление с дорогой. Вот эта вот отделка камнем, очень специфическая такая. В свое время было модно. Вот этот дом, построенный в 52-м году. А вот герои тех лет. Женщина с отбойным молотком. Может, метростроевцы какие. И мужчина. И тоже с отбойным молотком. Они все почему-то при отбойных молотках. Это угол проездной и Пушкинской. Пушкинская совершенно очаровательная улица. Параллельно Крещатику идет. Очень красивая. Она сама по себе заслуживает отдельные съемки, истории. Видите, уже листочки стали появляться. Травка пошла. Такой небольшой скверик. Он еще здорово так вниз идет. В этом скверике погулять, тут много энергии потратишь. Вот такой памятник. Кому? А вот тут написано. Махтум Кули. Туркменский поэт. Вот мы и пошли по Пушкинской. Самое начало. Пушкинской. Вот тут справа райком партии был когда-то. Комсомола. А теперь здесь посольство Туркмении. Мы зашли в подворотню дома номер восемь по Пушкинской. Так, ребят, почему мы зашли в эту подворотню? Потому что мы через этот забор лазили в наш двор. Забор слева? Да. Значит, через этот забор девочки лазили в свой двор. Который где? Это ваш двор, мы можем отсюда его снять. Это ваш двор. Подожди, а где дом, в котором вы жили? Вот. Вот это дом, в котором вы жили. Вот это второй этаж. Где ваши окна? Вот это наши окна из ваших соседей. Вот три окна. Начиная с белого балкона, да, вот эти три окна. Это квартира, где жила Светлана в детстве. В коммунальной квартире были две комнаты. Я их как сейчас помню, смежные. Посмотри еще, обрати внимание на этот каштан. Его посадили 12 апреля 1961 года. Называется каштан Гагаринский. Да, в день космонавта и в день полета. В день полета Гагарина его посадили. А где на нем табличка какая-то есть? Нет, таблички нет, мы просто все знаем. Это газопровод такой у них чисто внешний показался. Вот. И тут дальше система внутренних дворов. Вот мы были в первом дворе, зашли с Пушкинской. А дальше мы проходим по такому интересному коридору. Ну, как сказать, с граффити у нас тут. То есть у вас все как у людей, смотри, прямо. И по-английски пишут. Happy birthday. Так. Клиника E.K.A. Стоматология. Это зуботехническая лаборатория. Это наш второй двор. Нам не разрешалось играть на втором дворе. Почему не разрешалось? Потому что вас нельзя позвать? Далеко и нельзя было видеть из окон. Да, вот детская площадка, если ничего не изменилось. А это детский сад здесь? Где детская площадка? А вот это детский сад. Детский сад. Мы могли пройти, если не ждали. Да. Вот это уже, это вот школа. Где? Вот, видишь, что дом, который мне нравится. А, серая. А вот моя 57-я школа. Мы в детском ходили вот сюда, а Света вот чуть-чуть дальше. Вот ее 53-я. Понял. Вы там вот в подворотню какую-то? Мы проходили, огибали вот этот дом, и там проходы есть к моей школе. А вот обрати внимание, видишь, вот это, это были здесь мастерские скульпторов. Да. И здесь всегда были огромные глыбы белого мрамора. Из них всегда можно было разжиться битками, чтобы играть в классики. Мрамор. Мрамор. Малышни. Oh. What is A Продолжение следует...